Дача. День. Люди. События. 5 апреля 1955 года после более чем 50 лет выдающейся политической карьеры сэр Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Это был окончательный его уход с этого поста и из большой политики. В 1964 году он в последний раз присутствовал на заседании Палаты общин. Черчилль вошел в историю Великобритании как самый яркий английский политик 20 века, находившийся у власти в течение правления шести монархов, начиная с королевы Виктории и до ее праправнучки Елизаветы II. Черчилль был прекрасным дипломатом и политическим деятелем. С началом Второй мировой в мае 1940 года Черчилль был назначен премьер-министром Великобритании и сразу же занял пост министра обороны, став верховным главнокомандующим войсками и сосредоточив в одних руках руководство всеми военными силами страны. Важнейшей заслугой Черчилля в эти годы считается его решимость продолжать войну до победы, несмотря на противодействие ряда членов его кабинета, выступавших за достижение соглашений с гитлеровской Германией. Это в огромной степени увеличило его популярность среди соотечественников. Годы, когда Черчилль возглавлял английское правительство и представлял свою страну в антигитлеровской коалиции, были величайшим достижением его как государственного деятеля и дипломата. Он участвовал в разработке текста Атлантической Хартии, в 1944 году Черчилль провел в Москве переговоры со Сталиным, разделив Европу на сферы влияния. Он активный участник Тегеранской, Ялтинской и Подсдамской конференций. Премьер-министр довольно подозрительно и холодно относился к политике СССР. После капитуляции Германии он заявил, «По моему мнению, коммунистическая угроза заняла место бывшего врага». Именно Черчиллю принадлежит знаменитая фраза «железный занавес». В период 1945-1950 годов он был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра в связи с поражением его партии на выборах, но остался в Нижней Палате парламента. Возглавляя оппозицию, он продолжал бороться с «советской угрозой» и выступал за объединение послевоенной Европы. В 1951 году Черчилль вновь стал премьер-министром, в возрасте 77 лет. Последний срок пребывания на посту премьер-министра был бледным периодом в его политической биографии. Несостоятельность внешней политики Черчилля, неспособность как прежде схватывать суть вещей и событий – все это внушало серьезные опасения. К тому же он был очень стар и болен. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.